Центр современного развития и творчества «Анра Квантум» на днях распахнувший свои двери для мытищенцев – один из претендентов на субсидию из муниципального бюджета. На сумму до 600 тысяч рублей может рассчитывать предприниматель, желающий модернизировать производство или развивать социально ориентированное предприятие на территории городского округа Мытища. Наша новая знакомая Татьяна Краснова как раз представляет такой бизнес, следующий одному из перечисленных критериев. Мы подаем на субсидирование, потому что наш проект очень социально направлен. Мы затрагиваем практически все слои населения от детей, взрослых и взрослых, которые с возрастом уже 50+. И надеемся, что все-таки нас руководство города Мытища поддержит в этом. Занятия по душе здесь найдут и дети, и взрослые. Самым маленьким создателям центра предлагают заняться изобразительным, прикладным творчеством, освоить робототехнику и 3D-моделирование. Подросткам и взрослым больше понравятся тренинги и деловые игры. Особый подход к женщинам. Для них создан специальный клуб, на собраниях которого приглашенные специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся воспитания детей, семейного климата, профессионального и личностного роста. Очень удобно, чтобы ребенок был занят в кружке, и мы параллельно тут занимались. Это очень здорово, чтобы было время и на себя в том числе. Словом, налицо все признаки социально ориентированного бизнеса. А значит, у создателей центра есть все шансы компенсировать за счет муниципального бюджета затраты на ремонт этого помещения и его аренду в текущем году. В рамках социального предпринимательства у нас широкий спектр затрат, которые можно субсидировать. Это, как я сказал, аренда помещений, ремонт, приобретение собственности, приобретение основных средств, мебели, научно-методических материалов и так далее. В рамках направления модернизации можно субсидировать затраты, понесенные в текущем году на приобретение оборудования и модернизацию какого-то производственного цикла. За такого рода поддержкой мытищенские предприниматели могут обращаться в администрацию городского округа до 17 октября. Замечу, в прошлом, в 2017 году, субсидии в рамках муниципальной программы предпринимательства городского округа Мытищи получили 16 предпринимателей. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «День».